христос посреди нас мои родные любимые христолюбцы все братцы сестры во христе и все люди на земле всем желаю счастья радости веселья всем желаю достигнуть совершенства познания истины соскучились я тоже я хочу записать ролик на лайф уже сколько у них было все-таки еще один этих предисловий всяких разных по поводу там чтение писания я вернулся в деревеньку пузево в свою уже несколько дней здесь ну и начну писаться там посмотрим через этого получится и хочу ну как всегда кратко не кратко не получается предисловие опять о чтении писания я продолжу или начну или начну продолжу или продолжу начинать но вы помните что ветхий завет я начал читать и закончил там на потопе на допотопном человечестве потом читал какой-то апокриф я его убрал я уже забыл что я там читал то стражи или что там было то вот ну хотя может быть открою теперь просто начну дальше читать ветхий завет вот и хочу немножко поговорить это ролики какие-то опять буду наверное все-таки на лайве выкладывать свободной форме и будем читать писание в частности ветхий завет перемешку не раньше рвался читать ветхий новый параллельно нового у меня есть на канале вы знаете целиком весь записан сейчас будем читать ветхий завет что хотелось бы сказать по этому поводу что хотелось бы сказать сказать хотелось бы следующее вот вы помните такую картиночку вам поставлю я уже там по-разному говорю во первых я хочу напомнить я эту картиночку от которую сейчас видите с этим иудеем задумавшимся с писанием в руках со свитками с и очень картинка просто шикарная видно именно и распятие иисуса бога пришедшего во плоти видно и ведь там гроб пещера камень отвальный то есть воскресенье и вы помните или я вам напоминаю что сделал он это добровольно он сам грел никто не властен отнять у меня жизнь я сам отдаю тем самым показав пример жертвенной любви вот я вам всегда буду напоминать стараться эти три природы бытия независимо от того в какой вы религии верите во что в осиновые пни колдунов в магов космос в науку в человека в гомо сапиенсом пятикантроп или в кого там да в силу муравья в эльфов в гном все это не имеет никакого значения это просто природа бытия мы прекрасно знаем что любовь царит она источник каждого доброго дела она его сопровождает мотивирует и конечная цель это само дело доброе ты есть дело любви да вот она троица начала пути конец до результат поэтому миром правит любовь из нее все началось есть все поглотится конце бытия естественно это любовь что она вечна она была есть и будет ну символ вечности вы знаете прекрасно это круг у него как бы есть начало и когда он замыкается нет конца у меня есть роль кто давно меня смотрит смотрел все эти ролики о времени вечности у меня есть там записи не буду сейчас много распыляться вы знаете лучше даже не круг символ вечности или даже не то что вечности вечности действительно круг замкнутый уже подходит а вот символ бога я альфа омега или я безначальный у меня нет начала нет конца это кто знает спираль фибоначчи он когда-то открыл кто знает что такое наука наука ничего не открывает наука описывает то что существует это абсолютно разно то наука открыла вот она открыла закон тихотения его не было до открытия конечно он был она его описала принцип действия работы каких-то механизмов вот и вот это спираль фибоначчи числа фибоначчи кто знает дальше там просто он все что увидел оказалось это вот вот такая спираль фибоначчи она все больше 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 и там золотое так скажем сечение с какой она как вот улитка вселенной кто видел семечки в подсолнухе но все это одно и то же я не буду вам сейчас на экране показывать то надо забейте последовательность или числа фибоначчи и там не просто эта спираль она еще в равна типа золотого сечения есть тоже понятие кто знает что это такое и там тоже она присутствует так скажем вот это прекрасный символ бога знаете что что оттуда начала это я как бы ставлю точку начинаю на самом деле она же бесконечно малая туда где-то мы хотим найти конец так и она бесконечно большой такой прекрасный образ именно божества до бога вот поэтому это вечность до живой пример что человек вечен и мы знаем вся природа на достаточно годовалого цифра когда все умирает все опять воскресает вся природа оживает из сухих веточек мертвые травушки появляется опять все то же самое зеленеющие мир и природа у нас кстати 35 каждый день июнь сегодня 12 июня 2019 года вот и с вечностью разобрались да поэтому любовь она вечна и естественно любовь немыслимо без свободы вот сам бог не боится ада не стремится в рай он просто вечен абсолютно благ но при этом он абсолютно свободен и кстати он свободен не смысле пойти туда или сюда налево и направо везде где есть бытие там есть бог бог и есть бытие и он же есть личность и эта личность даже имеет плоти и всю вот эту материю и в частности вот такую маленькую как человек и поэтому он свободен он свободен делать зло да он его делает нет он абсолютно совершенен свет и безупречен вот эти три природы хотите вы во что вы верите они просто есть и живя в согласии с этими тремя природами бытия человек обретает абсолютное счастье я его обрел всем вам желаю того же самого и как господь сказал познала познай истину но он там по-другому сказал да про семечка которая и про талант сокрытых земле наверное мне не стоит сокрывать свой талант и стараться делиться с людьми все-таки этой истиной ты действительно становишь счастливым сам я обрел счастье мне хочется немного расспрашивать зачем я это делаю зачем я просто я очень радуюсь то есть когда люди вокруг счастлив когда мир счастлив радостен весел а если еще и ты являешься источником этого счастья ну по моему большего счастья на земле нет так я надеюсь ролик то я успею записать что-то аккумулятор моментально садится а то я же распыляюсь вот вот эти три природы бытия и вы помните я напомнил я буду распыляться кто любит мои ролики длинные смотреть смотреть кто нет я вот люблю так проглагольствовать каждому свое кому нравится тут всем не уходишь вы знаете не себя никогда нельзя ничего строить себя надо конечно подуждать человек развивается к чему стремится трудиться до господь еще в раю дал заповедь трудиться это скорее всего труд был тоже радостный благостный доставляющий счастье без пота без скорби без терняков без колючек вот но он трудился как сам господь как видим как бы он трудится но он не потеет не устает вот и будем тоже трудиться делиться этим счастьем это конечно такой труд вот честно скажу тоже благостный до делиться с людьми нам всем не хватает пищи как телесными без нее не можем так и без пищи духовной который есть слово исходящее из умного сердца ну я хочу в преддверии я буду вот эту картинку особенно пока мы будем читать ветхий завет я буду ее показывать перед обязательно но уже такое длинное уступление конечно говорить не буду так напоминать это может через каждый десятый ролик мало люди добавляются кто-то впервые смотрит старый уже никто скорее всего ничего не смотрит вот я помню каждый ролик ты там записываешь думаешь это прям то и детище ну все они также тленны так скажем канует в лето никто их не смотрит вот поэтому все любят свеженькое действительно слово живое оно лучше всего вот поэтому я буду конечно эту мысль все равно напоминать периодически читая ветхий завет но сейчас хочу еще раз предварительно сказать и причем не в первом ролике потому что мы просто продолжим я же там остановился получается на потопе и мы продолжим читать а здесь хочу сказать вы помните слова иисуса иисус же сказал им поэтому всякий книжник наученный царству небесного подобен хозяину который выносит из сокровищ не свои новое и старое это матфея 13 глава я кстати вы знаете как я читал новый завет пытался вам показать это мы коснемся ветхого завета все эти проблемы и лживые истолкования лукавые извращенные где-то специально где-то случайно я много раз говорил прежде всего это это немалая часть я не знаю сколько дать процентов 30 50 90 эта проблема какая имеет вес вот неправильном понимании писаний я все я даже вам не хочу сейчас признаки называть невежество там да и неграмотность закваска какая-то изначально неправильно или подчинение чужому мнению там там полно-полно причин но одна из них это вырывание из контекста любой стих рассматривается в контексте там может быть речи да или абзац так его назовем этот абзац рассматривается в контексте событий какие-то что там происходит там же что-то происходило тот колчат спросил что перед этим может что-то случилось как это событие действие а это действие рассматривается всегда в призме как минимум в контексте всего вообще евангелия евангелие рассматривается давайте округлим еще больше контекст всего нового завета до хотя евангелие то есть но заперсио но мы можем что-то подчеркнуть там и из посланий да из писем все евангелие она как бы внутри еще или хоть хотите наоборот облегает окутывает то же самое ветхий завет да я оксавер я удивлялся книге библии книга начала и конца да она написана человеком переписана на человеками переводилась переписывалась редактировалась искажалась и смыслово и смысл по смыслу как угодно да и буквы и опечатки неправильные переводы все что угодно там есть вы знаете мое отношение библии никакой ни слова божьи это тексты написанные людьми об определенных событиях бытия я верю что многие события какие там описаны так и происходили вопрос как они описаны с какими искажениями с какой однобокостью того кто описывает и прочие вещи и поэтому вот возьмите 13 главу эти слова иисуса которые он сказал да тут же я тогда параллельненько напомню вам я сначала не стал платить у меня закончился оплата за сайт мой христолюб . сайт когда я уже решил вот в мае тут перед уже сюда приездом опять его естественно но я думал никто не купит знаете христолюб . сайт купили практически через месяц уже не смог его на первых не дешевый был я там как вся там они же первый год дается добычность можно со скидкой купить а потом он все там тысяч три что-либо в год я честно пожадничал что-то не захотел вот ну я не знаю просто не захотел вот я не стал проплачивать и его уже купил какой-то араб я не знаю может христианский но там все на арабском или на каком там я не знаю до языка вернет я так говорю на арабском можно каком другом языке но я купил как раз появился зато христолюб . ру ну ру означает русский домен хотя я себя вы знаете не присоционирую особо там я русскоговорящий да но не знаю к сожалению других языков каких-то иностранных ну пусть будет теперь христолюб . ру вот у вас он есть все там осталось то же самое спасибо кстати сергею одному моему другу он помогает мне тоже иногда вот здесь все все сохранилось кому кстати нравятся мои тексты как я их оформляю с небольшой моей редакции на современный язык ну и кстати внешне как он выглядит потому что я помните добавлялся с картинками много трудился кстати над этим да вот и вот тринадцатая глава я всегда выделял речь иисуса прямую всегда чтобы было видно вот эти контексты они проще бросаются в глаза я сам когда вспомнил эту цитату естественно иисус естественно я обратился опять я же не прям идеально все помню что там где и вот кстати да хочу напомнить что год я не читал вообще ничего даже писание ну там совсем чуть-чуть это даже не столько я читал сколько там читала одна моя девушка знакомая я просто рядышком сидел и участник уже начал читать просто ветхий завет готовить тексты вот и вот вы вспомните тринадцатую главу она состоит вся неважно что и собрал опять человек может быть господь не говорил одновременно столько притч может и говорил а в одно время может не говорил и одно потом две потом три а где ты стал их вот так как простите из пулемета строчить ты несут всегда важно и не обращать на это внимание это писалось все людьми и вот вспомните здесь он говорил все притчи о царстве небесном начиная от самой нами известны все-таки притчи о посеявшем семени сеятели до разного виды где там туда унесено было бы тернии застряла без корня и которая дала плод разный потом разные были другие притчи все они были о царстве да потом они от длинных все короче короче царственные сподобный человек поселить доброе семя жена и дальше притчи все свойцы к царству небесного и что там в принципе унесено что особенно дальше которые пошли притчи если вы их вспомните не буду сейчас все зачитывать они уже идут о том что после смерти будет разделение на тех кто будет осуждаться и кто будет вознагражден за свою жизнь да так скажем и я вот вы знаете как я отношусь к протестатизму к его этому лживому учению о спасении по какой-то вере вы помните прекрасно я всегда напоминал эту фразу яна богослова я хоть не читала ведь их засел но вы знаете сколько я читал писали 10 лет она у меня ввел из сердца и отдал этому все свои лучшие годы своему покаянию не жалею ни на грамм конечно об этом вот его помните как ан богослов своем послании знаменитым говорил да мы познали любовь божью в том что он положил за нас это очень хорошая картинка что он положил за нас душу свою да и мы познавшие и уверовали кого в него не в нее это очень важно как наконец-то когда-нибудь особенно тем самым протестантам уяснить человек когда кается не просто в иисуса поверил и спасен поверь еще и когда там эти ролики записывал и помните еще из ветхого завета приводил когда бог мы будем читать с вами об этом еще раз может быть тогда или я те ролики вставлю и просто в плейлист еще раз зачитаю даже там господь говорил еще через мысей три раза спросил израильский народ будете исполнять все что я говорю все три рад будем будем все исполнять исполнять три раза спрашивал три раз народ отвечал веровать будете в эти заповеди нет исполнять жить надо было правильно поэтому что такое покаяние человек который меняет свою жизнь а поверил во что что у человека нету никакой грани мир бесконечен мир свободен и так как все это и бог любовь ты можешь сегодня покаяться и бог тебе ничего не вспомнит уж все это канет в лето ты человек ты рос развивался ты веришь в любовь божья что он прощает все а он ничего и не помнит ему ничего не надо все это вот так вот кто знает вместе сегодня здесь была каковка сегодня здесь это место каковки растет цветочек вот все можно исправить все можно изменить любой мусор можно разобрать и на его месте воздвигнуть прекрасный дворец вот во что мы поверили и человек который в это поверил он не закоренел и какой бы он не был убийца он понимает что есть шанс какой измениться бог ничего стенис как бы ты погано ниже чтобы ты в этой жизни не творил нету греха непростительного есть грех нераскаянный все вот в этом уверен мы верим в том что бог вечен в то что бог любовь и что ты человек свободен бог не будет нарушать твой свободу ни в какой рай ват он тебя посылать не будет но ты сам следующей жизни там за за порогом так скажем смерти или вот расставание с этим телом ты будешь там где ты достойная помните апостол павел говорил я уже забыл продвить не все помню моя любимая вторая коринфянам я помню какая там пятая глава тоже десятая уж не помню чтобы я когда разрешусь все перестану перед судом но можете буду почитывать ради проповедей хотя я уже не имею в этом нужды то сам вот ради ближних мне хочется людям нести счастье освобождать их от всего этого вот познав ту истину вы действительно в жизни становитесь мирны счастливы и любвеобильны помните плоды духа любовь радость нет долготерпеливые кротки это не знают чтобы там с понизшей головой нету просто нечиславны вот вот так вот поэтому о чем господь говорит в этих притчах опять о царстве небесном а каком ну что будет разделение это он опять кратко все время это суде всегда это красная линия весят бред аэропротестантизма выкиньте его из головы если он у вас есть каждое достойное примет по делам своим все это мы тоже знаем внутри в нас находится тот человек который вылезет и опять кого-то может еще разочек прокружит в этом бытие кого-то дальше вообще бытия на бесконечно мы не знаю сколько там еще чего будет господь нам не стал открывать это вообще все закрытые книжки они нам вообще ни к чему вот ну вот так вот поэтому вы знаете познав вот эти его истины здесь господь и говорит он же заканчивает он и давайте посмотрим еще раз так сейчас будем заканчивать у меня время заканчивается то у меня ролик еще и оборвется не запишется и спросил их иисус поняли ли вы все это они говорят так господи он же сказал им поэтому всякий книжник наученный царству небесному подобен хозяину который выносит из сокровищниц своей новой и старой когда окончил иисус притчи эти пошел оттуда вот вам просто показывает 13 глава не просто вырванный стих я не стал саживать вам опять всю 13 главу мы все-таки это ролик я хочу о чтении писаний такое предисловие опять продолжите потом просто может быть обращать к этому ролику хотя здесь много чего наговорил вот и конечно я уже не буду в тех роликах о ветхом завете вам вот говорить о 13 главе просто надеюсь сейчас вы это поняли это о том что каждый пожинает то что сей это всегда так павел об этом вы помните опять же постоянно вырывает только стихи у павла которые каком-то там спасение по вере вот именно спасен но всех ты в это поверил многие кстати не верят же в это жизнь вот проповедуешь да человеку покайся ты устанешь от зла и многие люди просто не верят не верят в бесконечность жизни в свободу в бессмертии вот это до собственной души и живут а чё я уже все я зачем я и так он опять а он же опять будет либо на этой земле крутится опять же в этом же теле или в другом еще хуже богу будет воспитывать учить либо там будет неизвестно где мучиться и страдать действительно человек измени свою жизнь измени будь стань счастливым вот я человек поверивший в это да он начнет и и если изменит свою жизнь конечно человек будет счастлив то есть спасется все это слово спасение обозначает полное познание истины совершенства обретения счастья радости и мира ну вот так вот вот я хотел вам такое принесло и поговорил еще немножко разных вещах все-таки это мой лайв канал тут касается моей жизни вернулся я в пузевень но вернулся ненадолго я тут наверно побуду хотя смотрите как хорошо тут красота все у меня тут настроено все работает ничего у меня за год не не случилось такого не обокрали ничего все нормально вот так что давайте будем читать этот ролик я записываю вперед еще ничего не записал но сегодня постараюсь уже читать этот совет читать будут конечно просто тем но там я уже буду рассказывать здесь уже хватит а так вот эту картинку вы запомнили а сайте я вам сказал христолюб только теперь ру пожалуйста заходите читайте или за мной или во время как хотите я конечно буду стараться вот я все равно делюсь и к начал думать это убрать в принципе мне все настроено кому это удобно все-таки все видно можем читать удобно понятно мне кажется даже я не знаю насколько там качество меня записи сами получается по себе что с экрана читать ну я говорю может если видно с экрана если нет можете открывать все эти текст там разобраться на сайте несложно пробуйте смотрите то же самое я делаю давайте просто мельком глянем сейчас с ветхим заветом работает опять не маленькая как ноги может показаться придется уделять этому все время вот он тоже самое всегда он у меня понятно красиво это самому мне удобно читать я даже издалека все вижу все понятно все читаем я специально шрифт выбирал долго помню разными цветами делаю слова бога слова ну так скажем слова бога да слова каких-то других участников тех событий картинки сейчас на много не буду какие у меня там были сейчас я особо ничего не добавляет и вновь заветь пусть они там останутся вверх назад я конечно не буду ничего подобного делать но сами текст я прохожу все это меня чтобы не было тоже удобно комфортно читать ну и вам тоже соответственно все я все сказал наговорился ну полчаса немного всех рад был я вас не вижу не слышу может запишу отдельно ролик хотите в этом скажу не знаю хотите прямые трансляции но здесь скорость что-то не растет даже падает я не знаю какого они будут качества если честно скорость маленькая может быть потом я осенью все таки скорее все буду жить в воронеже в городе и там уже можно будет но в принципе можете написать в комментариях интересен ли вам формат прямых трансляций беседы да ответов на вопросы опять же отвечать буду не на все на то что посчитаю нужным посчитаю интересным вот если интересен прямые трансляции отдельно чисто беседа вы будете готовить уже какие-то конкретные вопросы а может по ходу будет а может это вот вопросы ответа совместить с прямой трансляции напишите в комментариях ваши мысли как вам интересно слушать читать будем читать сейчас ветхий завет на канале христолюб там я разделяю да на лаве будут все равно написать чисто мысли без всякого текста ну сам я может и буду что-то смотреть захочу что-то показывать на так свободной форме опять какие-то вещи говорить опять же напишите интересно ставьте лайк если ролик понравился уже как-то говорил много раз о чем только проповедь да вообще любых медийных личностей обвиняют гордости в тщеславии в корысти волчности во всех смертных грехах для меня я призываю ставить лайк только для того чтобы не знать для кого это моё мой труд полезен кому интересные мои виды просмотры ничего не знаешь можете смотрит человек весь ногти грызет от злобы готов тебе вон на палки прибить а кто ставит понравилось для меня это говорит о том что кому-то это нужно если будет даже один лайк наверно я буду тоже трудиться для этого подписывайтесь на канал кто не подписан и если читаете мои ролики добрыми позитивными несущими добро и истинную любовь или всем со своими друзьями каким-то на социальных сетях можете размещать я никаких патентов на свои ролики не делаю никаких там страйков кидать еще что-то никогда не буду вот даже когда меня фарч мили там гнобили тоже вырезать из моих видео я не обижался ничего не делал вот кстати заметил что когда ничего не делал тогда их как раз потом убирались повисит черный пиар лучше белого знает так что так что вот так вот на каналах есть кто знает колокольчик можете поставить чтобы вам всплывали особенно когда будет прямые трансляции уведомление о том что выходит эфир трансляция но все на этом все всех люблю целую обнимаю до встречи в следующем ролике пока пока